В Лос-Анджелесе последние приготовления к 87-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится в воскресенье 22 февраля. По некоторым прогнозам, мировая аудитория этого шоу может составить около полумиллиарда человек на планете. Российские телезрители, как и в прошлом году, не смогут наблюдать церемонию в прямом эфире из-за разницы во времени. Ее россиянам покажут на следующий день в записи. На золотые статуэтки в главной категории «Лучший фильм» в этом году номинированы фильмы, как отмечают кинокритики, весьма разнообразные по жанру. Картины «Отрочество», «Игра в имитацию», «Вселенная Стивена Хокинга», «Сельма», «Отель Гранд Будапешт», «Американский снайпер» и «Бёрдмен». Больше всех номинаций у фильмов «Бёрдмен» и «Отель Гранд Будапешт», по 9 у каждого. «Игра в имитацию» номинирован в 8 категориях. Среди главных претендентов на премию в актерских категориях – Фелисити Джонс, Джулиана Мур, Рис Уизерспун, Бенедикт Камбербэтч, Майкл Киттон и Брэдли Купер. Российский фильм «Левиафан» Андрея Звягинсова, вызвавший горячие споры на родине режиссера, стал номинантом в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и, по мнению критиков, имеет хорошие шансы на победу. Механизм отбора номинантов на премию «Оскар» не изменен. Режиссеры выбирают режиссерские работы, актеры – актерские. В выборе лучшего фильма участвуют все члены Академии. Результаты подсчета держатся в строжайшем секрете до момента оглашения. Ежегодная церемония вручения наград «Оскар» проводится с 1929 года и остается наиболее престижной кинопремией на планете. Любопытно, что в этом году кинокритики не берутся делать прогнозов по победителю в категории «Лучший фильм», мотивируя это разноплановостью картин номинантов. Успех «Американского снайпера» пришел словно ниоткуда и поставил вопрос о том, как успешность картины в прокате может отразиться на решении Академии. В предыдущие годы кассовые фильмы, успешные в прокате, конечно, побеждали, такие как «Титаник» и «Гравитация», но в этом году успех «Американского снайпера» пришелся на время почти перед самой церемонией, после того, как мнение о том, кто лидирует среди картин, уже сформировалось. В общем, посмотрим, этот год может изменить правила игры.